здравствуйте здравствуйте дорогие друзья меня зовут Денис Борисов давно у меня не было возможности ответить на ваши вопросы связи с рядом поездок и вот наконец-то я нашел свободное время для общения с вами нахожусь в данный момент я в неком в подземелье в Литве нахожусь сейчас в Вильнюсе приехал сюда в посольство вот и мы тут с товарищами кукуем до завтрашнего дня в связи с чем Тенчик нашел Wi-Fi решил ответить на ваши вопросы да дело в том что где-то наверное час назад или полтора я разместил пост в своем инстаграме с предложением задавать различные вопросы на которые я буду отвечать перископе там было много различных вопросов я сейчас на них буду отвечать всех по порядку но вот один из них он послужил названием для этой трансляции потому что человек спрашивает такой знаете философский вопрос что лучше быть умным дрыщом или глупым мукачком то есть что лучше быть умным но иметь не очень хорошее тело либо иметь очень хорошее тело но быть глуповатым однозначного ответа нет на этот вопрос потому что в тех или иных ситуациях может преимущество получать либо тот либо иной человек на каких-то ситуациях нужна физика она поможет вам выйти победителем из этой ситуации и получить какие-то бонусы преференции а в каких-то ситуациях нужно быть умным и совершенно неважно какое там у вас будет тело для того чтобы получить больше бонусов если же смотреть глобально мое мнение мое мнение в том что все-таки разум и интеллект это важнее чем физика потому что вокруг нас мире существует огромное количество опасных животных существ на планете земля которые гораздо более сильные чем мы более приспособленные в плане физики но они все проиграли мы победили их всех за счет чего не за счет клыков не за счет силы не за счет физики мы победили всех за счет интеллекта homo sapiens и самые умные самые хитрые самые опасные существа на планете земля поэтому наше биологическое преимущество заключается в интеллекте и с этой точки зрения если вы хотите использовать свое основное биологическое преимущество это ваши мозги а вовсе не ваши мышцы вот такой вот ответ на вопрос а теперь давайте посмотрим что там еще люди поспрашивали спрашивать человек придешь ли ты когда-нибудь в ригу в латвию вообще мне таких планов ближайшее время нет но я периодически бываю где-то совсем рядом вот допустим сейчас данный момент я нахожусь вильнюсе может быть и до риге когда-нибудь да и тем более рига тут совершишь совсем совсем рядышком так ну вот спрашивать человеке лучше быть умным дрыщом или недалеким в плане умственного развития качком этот вопрос я ответил варикоз только начал появляться человек спрашивают что делать если начал только появляться варикоз надо постараться снизить нагрузку но скорее всего у тебя варикоз на ногах начал появляться постарайся снизить нагрузку на ноги постарайся уменьшить количество пампинга на ноги постарайся почаще забрасывать ноги на возвышенность для того чтобы кровь отливала твоих ног это все должно помочь кроме того очень хорошая идея будет прикупить компрессионные какие-нибудь штаны либо накладки которые будут сжимать ту часть телу где появляется у тебя варикоз следующий вопрос для сушки лучше круговые тренировки или сплиты с точки зрения энергозатрат чтобы человек худел быстрее будет лучше круговая тренировка с точки зрения сохранения мышц лучше будут сплиты то есть тут все зависит от того насколько быстро у тебя от сушки начинают гореть мышцы или горят ли они вообще скажем если есть абсолютная задача похудеть и неважно как то есть пофигу там мышцы не мышцы просто нужно сбросить вес то при таком подходе круговые тренировки будут более эффективно работать и больше больше тратить энергии если же ты хочешь сохранить мышцы по максимуму какой-то культуризме то круговые я бы на твоем месте делал все-таки сплит так следующий вопрос как развить себе постоянство не терять мотивацию в той сфере которой ты занимаешься хочется постоянно что-то новое я не знаю хорошо это или плохо спасибо денчера за труды мотивацию развивать невозможно мотивация это по большому счету знак в знак равно между вашими желаниями если вы чего-то хотите то соответственно у вас есть мотивация если вы достаточно сильно этого не хотите то это и есть отсутствие мотивации понимаешь невозможно встать накачанным если ты этого достаточно сильно не хочешь если ты очень сильно хочешь это и есть мотивация Ее можно заострить, увеличить мотивацию в тех ситуациях, когда ты сможешь визуализировать какие-то конкретные преимущества от того, что ты получишь Не просто фантазируешь о том, что я буду крутым пкачком с большой бицухой, а видишь какие-то приятные бонусы от этого Например, ты мечтаешь стать охранником в какой-то фирме, где нужно атлетическое телосложение Или девочка, которая тебе нравится, она любит спортивных накачанных парней То есть тебе нужно найти какие-то приятные бонусы от того, что ты получишь, визуализировать будущие удовольствия И тогда это не значит, что у тебя появится какая-то адская новая мотивация Просто твое желание станет более жгучим, тебе больше захочется этого достигнуть и ты сможешь это достигнуть легче Муж вегетарианец, я постаралась Можно ли набрать массу? Мы очень уважаем ваше мнение, вы наш мотиватор Оксана, по-видимому, зовут женщину Набрать массу можно, но очень сложно И скорее всего для того, чтобы он набирал массу, ему нужно использовать какие-то добавки Ну как минимум какие-то протеины использовать с хорошим аминокислотным профилем Потому что из растительных продуктов, продуктов для вегетарианцев Набрать нужный профиль аминокислот животного происхождения крайне сложно Все, что рассказывают по поводу того, что человек изначально был вегетарианец, это вранье Человек изначально не вегетарианец и не хищник, человек всеядный Наш мозг это в основном жиры и белки Причем по профилю они животного происхождения, естественно И когда вы это не получаете, человек начинает плохо думать, плохо работать, плохо расти Человек должен получать пищу как животного, так и растительного происхождения Сауна и тренажерный зал Стоит ли сразу после тренировки посещать сауну? Насколько это вредно и полезно? Сауна это дополнительная нагрузка на вашу сердечно-сосудистую систему Тренировка в тренажерном зале это тоже нагрузка на вашу сердечно-сосудистую систему Поэтому если сердечко слабенькое, а у многих качат сердечко слабенькое, потому что нагрузка анаэробная, а не аэробная То, как правило, не стоит этим заниматься Если вы тяжело потренировались, у вас и так там пульс 150-160-170 был в течение всей тренировки И вы еще до конца не отдышались И вот вы идете еще в сауну И дополнительно еще полчаса-час вы начинаете нагружать свою сердечно-сосудистую систему То есть в этой ситуации стресс может быть избыточным, а недостаточным Поэтому очень осторожно с этим нужно быть Так, силовые тренировки в грэпплинге Отношение к силу Янову Планируешь ли немного осветить тему тренировок по силу Янову? Силовые тренировки в грэпплинге Слушай, ну, надо ставить просто приоритет в этом Какой деятельности для нас самый важный Для нас абсолютно приоритет мышцы сила, да, как культуризм Либо борьба грэпплинг Если ты ставишь основной приоритет борьбы, ну, грэпплинг, да То тогда можно тренироваться Но надо забыть там про супер-бупер объемы и все такое прочее Особенно, если это без фармакологии Каких-то там супер-адских секретов нет Единственное, что в грэпплинге Нужно больше работать над длительностью подхода Так как схватки длятся там не 30 секунд, да А схватки там длятся там 5 минут, допустим, да То, соответственно, мышцы больше закисляются за это время И, соответственно, нужно приспособить свои мышцы Приспособить их можно только путем продления подхода То есть нужно... В грэпплинге не настолько важна взрывная сила Скоростная сила Сколько в грэпплинге важна вот эта вот силовая долгая выносливость Когда тебя изнурительная нагрузка гнетает А ты можешь там минутами-минутами эту нагрузку держать Возможно, когда-нибудь я к этому приду и сниму такой сюжет Потому что грэпплингом я очень серьезно и долго занимался Поэтому мне есть что рассказать по этой теме Почему, когда мы повышаем значимость другого человека, им становится легко управлять? Потому что в нем становится негатива меньше по отношению к вам Он расслабляется Он считает, что вы находитесь в более низкой позиции, чем он Он победил вас От побежденного не ждут никаких потвохов Он уже доказал, что лучше, чем вы Поэтому он успокоился У него уже выключилось ранговое соревнование по отношению к вам Поэтому выключился негатив Все, что вы, Денис, говорите про мотивацию Бери и делай, предпринчивость и так далее Можно ли полностью применить на себе девушке? Конечно, конечно Безусловно, да Без всяких сомнений Девушка это тоже человек Поэтому она тоже мыслит Она тоже может мотивироваться Она тоже может убавляться от негативных мыслей И создавать себе какие-то позитивные мысли Поэтому, да Такой же позиции, право, выше сказано Должна придерживаться девушке Или все же у нее другие функции Поговорите с нами, с девочками Про цель, предприимчивая себе ответственность Ну, самая главная цель у любой девушки, любой женщины Это семья, это дети Это муж и так далее То есть статус женщины, девушки Он определяется не ее достижениями в какой-либо сфере А статус девушки определяется ее мужем, ее семьей, ее детьми Вот, вот кто статусный, вот кто успешный по жизни То есть если вы начинаете письками мериться с мужчинами У кого там больше получится заработать Насколько там более предприимчиво или менее предприимчиво Вы не будете счастливой Вам нужна полноценная семья, дети, муж Вот это ваше счастье Вот это ваш статус Те женщины, у которых это нет Ну, автоматом мужчины на них так смотрят Ну, понятно, да Еще пока молодая, куда ни шло Там их таскают, куда-то приглашают Но время проходит, там уже когда Там лет 30-35 Она, во-первых, уже не такая красивая И даже если она там что-то достигла К 35-40 годам, да Там, она там леди-босс какая-нибудь Ну, отношение всегда статус Не воспринимается ее статус как высокий Пусть она даже там глава концерна какого-нибудь Но у нее нет семьи, нет мужа, нет детей На нее смотрят как на низкоранговую На низкоранговую, на низкоранговую Вот так Так, следующий вопрос Какие слова обходить при общении с другом-психологом? Самое главное слово, которое ты должен обходить Это поменьше говорить «я», почаще говорить «мы» Это не только для психологов Это вообще при общении с любыми людьми нужно использовать Так Вопрос такой вот интересный звучит Денис, почему люди не гуглят самые простые вопросы И отдают тебе на них отвечать? Потому что люди стремятся общаться больше, чем стремятся что-либо знать Для нас очень важен социум Для нас очень важно чужое мнение Особенно если это мнение человека, которому ты доверяешь Так как я заработал достаточно весомую репутацию в голове у многих людей На них важно, что я думаю по тем или иным вопросам Они пытаются очень часто снять ответственность на себя Переложить ее на меня, чтобы это было не их решение, а мое решение Когда кто-то за вас решает, когда за вас кто-то делает Принимает ответственность на себя Это очень легко на самом деле Жить становится легче Гораздо легче, чем в тех ситуациях, когда приходится принимать решение Ну вот, мне это видится так Так, тут был какой-то вопрос такой А, вот, последний на сегодня Из тех, которые с инсты Денис, если Бога нет, то нет и ада с раем Так куда тогда попадает человек после смерти? Что с ним происходит? Знаете, есть несколько концепций, взглядов на этот счет Ну, например, так как мы растем в христианской цивилизации Мы приверженцы вот этой вот концепции рая, ада, наказания грешников и так далее Есть другие концепции Ну, вот, среди самых распространенных Есть концепция того, что есть ринкарнации Да, что человеческое тело, человеческая сущность Она путешествует из одной ипостаси в другую ипостась И в зависимости от того, какие поступки совершает Хорошие или плохие, двигается назад или вперед То есть задача становиться более социальным Более открытым, более духовным И тогда в конечном счете будет вам счастье Вы там станете суперчеловеком, почти богом Это вот вторая концепция Третья концепция очень банальная Она говорит о том, что Это вот современная научная концепция Она говорит о том, что, чуваки, эй, стоп Там после смерти ничего не будет После смерти будет ямка метр на два И все, так же, как у всех И будут червяки, которые вас сожрут И ничего после вас не останется Поэтому думайте не о удовлетворении животного Инстинктивного, да, там, пожрать, потрахаться Купить себе очень дорогой автомобиль и так далее А думайте о чем-то вечном Что вы после себя оставите более-менее значительного Чтобы о вас люди вспоминали Материалистическая концепция Которая говорит, что после нас ничего вообще не остается Есть другие концепции Ну, например, есть фантастические концепции Которые а-ля там матрица А-ля виртуальной вселенной В которой мы сейчас находимся И сами того не понимаем У нас выключены определенные зоны мозга Для того, чтобы нам было прикольно находиться в этой игре Есть очень много концепций Но если там нету ада и рая Значит там либо А Что-то есть другое Либо Б Нет ничего Тут уже думайте, решайте сами Хорошо Что с визами Ну, сегодня подались на визы мы с друзьями Я с двумя своими лучшими друзьями Мы приехали в Вильнюс Для того, чтобы получить американские визы Потому что мы хотим с друзьями съездить на восточное побережье США Хотим проехаться от Нью-Йорка до Флориды На автомобиле хотим проехаться В течение двух недель, заезжая в различные города Ну и там дня два побыть в Нью-Йорке И во Флориде где-то дня три, наверное, четыре Вот Но для этого нужны визы Да Мы уже забронировали билеты Забронировали отели Сегодня ходили на интервью в посольство американское Я не знаю Нам сказали, что паспорта дадут завтра в три часа дня После трех часов Пока вроде бы все идет к тому, что визы все-таки нам дадут и поставят Потому что при мне была девочка, которая тоже проходила интервью И, в общем, американец ей сказал из посольства Мол, как бы, извините Но я, к сожалению, не могу вам дать визу В общем, ей дали паспорт, она сразу ушла Она там наговорила многих вещей, которые не надо было ей говорить По поводу того, что она работала в Work and Travel в США По поводу того, что она собирается ехать к какой-то там подружке на свадьбу По поводу того, что у нее там парня нет То есть каждый вопрос, ну, это такая, знаете, определенная проверка На самом деле в посольствах не любят, когда там вы едете к каким-то там друзьям, допустим У вас есть приглашение, или там вы едете к друзьям Или там какое-то мероприятие, это считается давление на посольство Она многих этих вещей не знала Она совершила все ошибки Поэтому ее прям, в общем-то, завернули непосредственно на собеседовании Нас никого не завернули Нам сказали, что вроде бы все нормально Ну и посмотрим, что будет завтра в 3 часа Мы надеемся, что все-таки визы будут Ну, как бы там ни было, я вам сообщу С Одессы в Киев переезжать для перспективы? Ну, в Киеве, конечно, однозначно денег гораздо больше, чем в Одессе С этой точки зрения, да То есть всегда нужно, если вы хотите заработать деньги, приезжать туда, где они есть Если это Одесса, то надо ехать в Киев Если это Киев, то это Москва Если это Москва, то это Нью-Йорк Ну и так далее И если для вас нужны деньги Когда не был за границей, с какой страны начинать? Ну, съездить для начала в Беларусь Это как бы не совсем за границей, но Для, так сказать, первого путешествия подойдет Потому что в Вильнюсе подали, потому что в Вильнюсе проще получить визу гораздо, чем в Москве Ну, тут есть очень простой критерий Потому что посольские, они смотрят Раз у ребят, которые приехали из Таможенного Союза, да У них, раз они приехали в Вильнюс, значит, у них уже есть Шенген, как минимум То есть они уже выезжают в Европу, и у них нет никаких ограничений Раз, да, то есть это более-менее уже приличные люди, которые уже ездили за границу и возвращались обратно Второй момент, они потратились, да, они приехали, ну, значит, серьезно настроены Ну, то есть это такой очень мощный критерий Именно поэтому те, кто подаются через Вильнюс, русскоговорящие, у них больше шансов Так как у меня паспорт белорусский, у меня есть возможность подаваться как в Литве, в Вильнюсе, ну, так и в Москве, допустим Но в Москве очень большой процент отказов, потому что, ну, вот ездит человек просто по городу Климанула ему там, москвичок, климанула, они съездили мне в Москву Ну, он пришел в посольство Вернется он, не вернется, что у него там в голове творится, непонятно Тем более, когда у него там виз других нет в паспорте Поэтому большой процент отказов Тот, кто подается через Литву, у них процент отказов маленький Клен, нет, клен сильно мышцы не сожжет В Баку не был Можно пить кретин 16 лет Справляться с неожиданными неприятностями можно путем быть готовым к ним Ждать неприятностей Чтобы это не было для тебя чем-то неожиданным В Сочи был, да, в Сочи мне очень понравилось На майские, скорее всего, отправимся в Киев Я в Вильнюсе, ребят, ну, не специалист Мы сегодня хотели сходить на башню Гедумина Но был такой-то дождь сумасшедший Что, в общем-то, мы туда решили не ходить Если там было холодно За веб-разработкой Я бы сказал не так Я думаю, что будущее за мобильными разработками То есть, если у тебя стоит выбор, чем заняться в будущем То лучше быть разработчиком не в среде веб А в среде мобильных приложений ХГЧ на ПКТ всегда плохо Да, я считаю, да Потому что гонотропины, лютинизирующие, фолликулостимулирующие Должны вырабатываться искусственно Когда ты колешь ХГЧ, должны вырабатываться натурально Когда ты колешь ХГЧ, это искусственно Ты получаешь фолликулостимулирующие, лютинизирующие То есть, те предшественники, которые должны стимулировать сперматогенез И производство тестостерона, у тебя не вырабатываются У тебя дуга спит. Вместо того, чтобы восстанавливаться, она спит. Поэтому на ПКТ я считаю, что Хагачи не нужно. Ромеро, Сан Фран. Насчет разработок. Если не забуду. У меня Мазда 6. Купил летом. Руководителем. Руководителем чаще всего быть легко и сложно. Сложно в каком плане? Потому что приходится брать на себя ответственность за многих сотрудников. Руководитель не может себе позволить сказать, что тот виноват, этот виноват. Он говорит, что мы виноваты или я виноват. Он постоянно берет на себя ответственность за других людей. Хорошо, потому что у любых руководителей, лидеров, у них повышенная секреция серотонина. Причем раза в полтора, на 40-50%. А серотонин это гормон счастья. То есть человек постоянно ощущает такое удовлетворение жизни, что у него все клево, все зашибись. Потому что серотонина много. А его много чисто потому, что он лидер. Потому что в этой группе людей он главный. Я в Париже ни разу не был. Но Париж город известный, мировая столица. Было бы интересно в нем побывать. Пока мыслей нет. Максимально набрать массу. Делать базовые упражнения и очень сильно поднять калорийность. То есть поднять калорийность раза в полтора, в два. Делать базовые упражнения. Использовать фармакологию. Пусть для быстрого максимального набора массы. 8 или 12 повторений это зависит от пропорции тех или иных мышечных волокон у тебя. Для композиции мышечных волокон. Попробуй то и другое. Посмотри, что лучше и эффективнее работает. Что делает сильнее? Опыт делает сильнее. Делает сильнее друзья. Делает сильнее больше вещей, которые ты научился реализовывать. То есть в процессе выхода из зоны комфорта, когда ты изучаешь какие-нибудь новые штуки, новые дела, новые направления, новые программы, новые ситуации, новые бизнесы, новые специальности. Ты к ним привыкаешь. И чем больше ты привыкаешь к этим новым ситуациям, тем более уверенным ты становишься. Поэтому вот тебе ответ. Выходи из зоны комфорта, привыкай к новым ситуациям. Это будет делать тебя более уверенным. А Азербайджан? Я ни разу не был в Азербайджане. Я думаю там хорошо, тепленько, арбузы. Что нужно говорить в посольстве? В посольстве нужно, чтобы у тебя были какие-то реальные факты, которые показывают, что ты привязан к своему месту жительства постоянным. То есть нужно показать, что у тебя там, допустим, есть какая-то недвижимость, есть какой-то доход, что у тебя есть, допустим, очень хорошо помогает, если ты, допустим, там женат, у тебя есть дети, семья, постоянная работа, доход постоянный. Ну вот какие-то такие штуки, которые показывают, что ты не захочешь там в Штатах остаться. Невозможно сказать. Натурал, не натурал, 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 урознь, клиент. Я обычно рекомендую не терять больше, чем килограмм в неделю. Потому что если больше, чем килограмм в неделю теряешь, человек, то, скорее всего, это уходит в мышцы. Палиенко, Александр. Нет, я с этим блогером не знаком. Последний раз на турниках. Очень давно уже, даже не помню. Ты знаешь, я вот пару дней назад, у меня последняя вот тренировка была, я делал спину. Ну, я не подтягивался на турниках, я делал тягу вертикального блока, а так. Я редко делаю на спину подтягивания, обычно я это делаю, когда нахожусь в Киеве. Вот в Киеве у меня дома есть специальный перевертыш такой, вот там я подтягиваюсь. Из ВК-шки? Какая ВК-шка? Я из Инстаграма зачитал вопросы, я сделал объявление час назад, что буду оттуда читать вопросы. Я их прочитал. Почему в России так сложно стать пилотом, сложнее, чем в США? Ну, потому что рынок пилотов меньше, понимаешь. Вот, допустим, у Ани отец, он пилот в Белаве работает, но он пилот еще с тех времен, еще со времен СССР. У нас нет такого спроса большого на пилотов, как там. Там гораздо больше рейсов, гораздо больше транспортных компаний. У нас по большому счету даже нет своего собственного транспортного самолета. Вот обратите внимание, на чем летают даже вот российские авиакомпании. Они покупают Боинги, покупают иностранные самолеты. То есть, своя собственная сфера гражданской авиации, она не развита. Если мы говорим про военную авиацию, то, да, вопросов нет. В плане военной техники, военных самолетов Россия, там, чуть ли не впереди планеты всей. А что говорить про людей, да, про уровень жизни, про комфорт, условия, про гражданскую авиацию, это все в зачаточном состоянии. Именно поэтому спрос на пилотов маленький, и пилотом стать очень сложно. Давайте, ребят, давайте ваши вопросы. Теща мне, теща, наоборот, закармливает постоянно. Она уже знает, что я люблю вареное там мясо, все такое диетическое. И поэтому, когда приезжаю, там такое адское застолье постоянно, очень сложно остановиться вовремя. К Милдранату отношусь индифферентно. Я в свое время пробовал и понял, что это попсня полная, что никакого эффекта. Краснодар хороший город, тепленький, но я там не жил. Если вес уходит медленно, это уже хорошо. Плохо, когда вес вообще не уходит. Ускорить можно различными способами. Например, увеличить калорийность, увеличить дробность питания, добавить кардио-нагрузку. Много различных способов увеличить. Не успел. Гендиректор Аэрофлота пишет о нехватке кадров. Ну, навряд ли он это говорит о пилотах. Потому что пилотов действительно очень много. Между ними идет очень большая конкуренция. Это во многом связано с тем, что во времена Советского Союза у нас было очень много пилотов в военной авиации. Был большой спрос. Поэтому много было вузов, которые выпускали пилотов. Но после того, как Советский Союз распался, соответственно, военная авиация уже не так развита, как раньше. Меньше полетов. И вся эта толпа пилотов, куда она пошла? Она пошла на гражданские авиалинии искать работу. Ну и, соответственно, пилотов очень много, между ними большая конкуренция. Не поздно. Если тебе нравится дело программирования, то берись и делай. В Новосибирск? В ближайшее время я не планирую. Кроме того, Новосибирск далековато, если честно. Я бы хотел, конечно, и в Челябинске, и в Новосибирск летать. Я вот был в Екатеринбурге, а до Новосиба и до Челябинска я не добрался. Хотя очень хотел. Не знаю, когда это сложится, потому что делал задач очень много. Мы так постоянно в разъездах. Вот реально мы постоянно в разъездах. Мы там неделю-две живем в Москве, потом поехали. Вот мы в Минске уже там дня 3-4. Тут я уже в Вильмесе. Я приеду, мы поедем в Киев. А в Киев, потом опять в Москву. Из Москвы там буквально неделю-две, потом уже, если все будет нормально с визами, на 2 недели в Штаты. То есть просто на разрыв. Я бы с удовольствием, но я везде успеть не смогу. Севастополь очень сильно нравится. Такой город, знаешь, овеянной славой. И очень интересными историческими событиями. Креатин. Ну, как, в общем, любое вещество, избыток его вреден. Кроме того, креатин со временем снижает свою эффективность. Поэтому его обязательно нужно принимать курсами. Я обычно рекомендую курсы 5, максимум 8 недель креатина, а потом такой же перерыв. Иначе не будет работать. Чехия хорошо для жизни. В Кронштадт, ой, ребят, холодно там у вас в Кронштадте. Мне Питер очень нравится, конечно, но я люблю более теплые места. А если семьи еще нет, для женщины, да, главная семья. Если семьи еще нет, то, значит, нужно ее искать. Нужно стремиться, чтобы семья была. Крым. Слушайте, я в Крыму там 10 лет своей жизни провел. Каждое лето был в Крыму. Ну, вот пока нет таких планов. Денчик пока не читает. Вот как прочту, тогда сделаю. Да, Россия это колония. Весь мир колония. Высшего разума. Сухой массовый эндоморфом. ПЖУ. Ну, тебе для начала нужно, естественно, сделать необходимый минимум по белку. Минимум это 2 грамма животного протеина на каждый килограмм собственного веса. Что касается углеводов, то тут нужно провести эксперимент. То есть ты сначала должен высушиться очень качественно. А потом постепенно, раз в неделю, докидывать минимальное количество углеводов. Ну, например, это может быть 30 грамм углеводов. Или 50 грамм углеводов. Пожалуй, с 30 будет лучше. И ты каждую неделю докидываешь 30 грамм углеводов. И смотришь, как меняется твое телосложение. В тот момент, когда ты увидишь, что тебя начинает заливать. Ну, например, тебя начало заливать там на 250 грамм углеводов, к примеру. То ты видишь, ага, вот при таком количестве у меня образовался лишний углевод. Значит, мне нужно вот то, что было на предыдущей неделе. Ты возвращаешься на то, что было на предыдущей неделе. И это количество, это оптимальное для тебя количество, при котором ты набираешь мышцы, но не набираешь жир. Примерно вот такая вот схема. В Дубаях мне очень нравится. Хотя, хотя не всем в Дубаях нравится. Мне нравятся Эмираты. Мне нравится вот так движуха, которая там творится. Мне нравится вот эта вот жара. Мне очень нравится Персидский залив. Он такой чистый и крайне теплый. Но я не уверен, что мне бы это понравилось, допустим, на постоянку жить. На постоянку жить. Иногда там бывает, ну, крайне жарко. В том плане, что прям кожа начинает там чуть ли не потрескать, как в солярии. Вообще, в Дубаях интересно, несмотря на то, что это вот такой вот восток средний, стопроцентный. И несмотря на то, что там специфический уклад жизни. У меня, в общем-то, приятные впечатления остались от Дубая, потому что я туда ездил товарищу. И то, что он там показывал, куда мы ходили, мне очень понравилось. Есть несколько женщин. Как выбрать одну? Выбери самую лучшую. Выбери самую верную. Выбери самую верную. То есть самое главное мужского качества это ответственность. Самое главное женское качество это верность. Нет, в Израиле не был. Ну, по гугле есть такое молитва на ночь. Я даже делал когда-то целый дельный сюжет, он так назывался. Молитва на ночь. Это о том, как формировать нейромышечную связь между мозгом и мышцами. Но в футбол я играю не очень. Хотя в детстве я играл и плюс-минус правило себя представляю. Но мне не очень нравятся командные виды спорта. Я больше индивидуалист, чем коллективист. Ладно, ребят. Про привычки богатого человека давайте потом. Спасибо, что уделили мне время. Мне очень понравилось. Я может быть сегодня или завтра выйду еще раз на связь. Потому что тут масса свободного времени и свободного интернета. Давайте. Всем peace.